Ну, Шейкер был хорошо, но Шейкер тоже тот герой, который Даггер-то покупает не совсем быстро. И, по сути, Тинкер довольно долго, по-моему, продержался в пуле, и можно было брать его гораздо раньше. Вот такой интересный бан, еще один бан от Хе-Хе Юнайтед, в этот раз это Ancient Operation. Ну, неужели будут пушить или какую-то агрессивную доту снова покажут? По сути, все герои на это намекают и забанили Сайленс. Ну, Сайленсер, когда-то кем-то было сказано, я думаю, все помнят, что этот кастует, этот кастует, этот кастует, давайте их забаним. Все герои кастуют, но Искарет Мэйдш и Шейкер довольно уязвимо становятся под ультимейтом Сайленсера, и решили, что этот герой все-таки помешает, и нужно от него избавиться. Мирана тоже, по сути, герой, который, если исполняет роль саппорта, является именно кластером, там от нее толку-то с руки нет никакого, и Огрмаг для Митъемейкерса. Вот это интересно, вот это необычно, и... Ну, это по-любому, саппорт Огрмаг, это саппорт вместе с Шадоу Шаманом, и пока непонятно, для кого саппорт, для Эмбер Спирита или для Разора. Если Искарет Мэйдш пойдет в мид, то лучше бы там Разор, конечно, стоял для Митъемейкерс, иначе Эмбер Спирит проигрывает в ноль линию Искарет Мэйджа. С другой стороны, Огрмаг, ну, бафать Эмбер Спирита смысла нет вначале, просто бегать можно быстро, и все, атак спид не самая важная стата вообще у этого героя. Разора бафать, конечно, выглядит гораздо более интересным вариантом, и Разор, который и так бегает, как Сумасшедший, а под бафом будет бегать чуть ли не под 500, который будет быстро бить и который будет высасывать дэмэдж. Легко. Вот такой Разор выглядит страшным героем. Ну, ладно. Герокоптер. Ну, какой-то день забытых персонажей у нас. Огрмаг. Ладно, Огрмага не пикали никогда, и, наверное, пикать еще не будут пару лет. Герокоптера все забыли, и Герокоптер. Возвращается. Герокоптер, видимо, керри. Нихис, да, Нихис Хардлайнер. Команды Хи-Юнайтед. Он отправится, конечно же, в сложную. Фаер будет также на своем шейкере играть. А КГ в этот раз играет на Миране. Блубанана на Герокоптере. Ну, и Чипс, значит, будет играть на Скайрет Мейджа. Скайрет Мейджа не медовый, как мы понимаем. И, видимо, Мирана будет медовой, а Шейкерс и Скайрет Мейджа будут саппортить Герокоптеру. В принципе, нормальный вариант. В принципе, это довольно предсказуемо было. Был вариант свапнуть Мирану и Скайрет Мейджа, но... Хи-Хи-Юнайтед решили, что Мирана в миде будет пополезнее. Ну, это тоже довольно спорно. Все-таки Скайрет Мейджа полезным становится гораздо раньше Мираны. И ему достаточно просто вынести левел и купить, я не знаю, Аркан Бутс. Дальше он может бегать и уничтожать всю карту. А артефакты просто появляются с убийств. А Миране нужно еще, во-первых, по крипам каким-то образом победить своего оппонента в миде. А это не против каждого героя получится. Все-таки атаки не так много, поэтому... Не так уверена она стоит в миде. Ладно, команда Митьо Мейкерс, Баби Найт. Дубль 2, Баби Найт на Эмбер Спирите. План в этот раз будет играть на Огар Маги. Тогда он играл на Энигме. Эйс отправится в сложную на Кентаври. Рис будет саппортить на Шаду Шаманину. Ну и Эра, стендинг команда Митьо Мейкерс, отправится в мидл на Розоре. Ну вот это мне нравится. На самом деле мне оба пика нравятся, но все-таки, мне кажется, на стороне Хи-Хи Юнайтед вновь преимущество. И вновь у них и ранняя игра довольно сильно выглядит. Все будет зависеть от того, насколько хорошо или плохо сыграет Блубанана, потому что его неуверенная игра в начале скажется еще сильнее, чем неуверенная игра Баби Найта в начале. Гирокоптеру крайне важно всех крипов убивать. Сейчас, кстати, проблемы могут быть у Эйса. Эрроу не дала КГ. Может быть сейчас даст? Да, конечно даст, но здесь должен уворачиваться Эйс. Он опытный игрок и спокойно от этой стрелы ушел. Ну вот сейчас будет классическое противостояние. 3-1 на 3-1. Наконец-то в прошлой игре мы какие-то извращения увидели со стороны Хи-Хи Юнайтеда, которые в итоге принесли им победу. Действительно, Мирана, которая начала с самого начала вообще тратить нервы Мидьё Мейкерс, сначала выгнал он Энигму в чужой лес, потом убили Эрроу в миде, потом пришли убили вниз Эрроу, дал он по Скайлет Мейджу. В итоге 2 фрага буквально за 1,5 минуты и наличие ранних Аркантапок. Раннюю игру для Хи-Хи Юнайтед выиграли. Что будет в этот раз? Смотрим. Руну здесь контролит Чипс, заберет он сейчас Иллюзии. Ну и сейчас Файер должен просто делать отводы, должен фармить, должен как можно быстрее купить себе. Даггер, ну в прошлый раз довольно быстрый даггер, кстати, был, минутик 15-16. Он появился и вы сами видели, что этот Шейкер делал очень много удачных врывов и Файер действительно очень-очень хорошо отыграл. Со своей задачей он справился. Он вовремя врывался, он убивал ключевого героя, он просто... У него просто была задача ликвидировать Бэби Найтед, и он это делал очень хорошо и очень уверенно. Ладно, смотрим. В миде, кстати, уже АКГ начинает Эру побеждать по Крипштадту, но это все относительно. Пока, по крайней мере, левел 2 здесь, левел 1 здесь. Ну, ладно, здесь пока все будет неинтересно и там и там, потому что Кентавра здесь убить по сути нечем. Можно, конечно, но довольно тяжело это будет сделать. Ну вот так вот просто тычками сейчас будут размениваться, и, конечно, Кентавр здесь побольше будет напрягать Шейкера, чем Шейкер Кентавра. Кстати, можно попытаться заблочить, потому что выйдет сейчас Чипс, довольно далеко сейчас Банана. Да, Банана решил, что... не его это вообще задача Кентавра вгонять, его задача крипов убивать. Нафармит много, выиграет игру, не нафармит, проиграет игру. Ну, посмотрим, как теперь будет Бэби Найтед действовать. В прошлой игре ему мешали, и он ничего не показал. В этой игре он стоит на фрифарме, и, наверное, он и в прошлой игре хотел точно так же действовать. Сейчас посмотрим, получится ли у него со второго раза показать все, на что он способен. Не знаю. В миде, мне кажется, самое интересное сейчас будет происходить. Оба героя уже потеряли кучу ХП, кучу МП, и... Тут непонятно, на самом деле, кто кого выиграет. Просто вырвался сейчас ненамного эра вперед. Это, в принципе, предсказуемо. Разор должен побеждать Мирану. Разор. Сильнее Мирану, банально. Просто в миде сейчас вот так вот... АКГ действует. Стрелами в крипов кидается. Я не знаю, почему он стрелами в крипов кидается, на самом деле. Видимо, решил, что шансов так крипа убить будет больше, чем с руки. Ну, действительно, там 100 урона, там 60. Не жалеет абсолютно маны. Здесь Эйз взял ДД, и сейчас вынужден будет оббегать. Все это время бананность будет просто уфармить. Никто ему не мешает, а кентавра гоняет довольно неплохо. Зажали. Кентавр дерется до конца с чипсом, еще и убивает этого чипса. Вау, как же сыграл сейчас Эйз и уйдет. Нет возможности у Фаера его догнать. МП нет. Запивается довольно поздно. Наверное, секунд на 5, если бы раньше запился, можно было бы еще и добежать. Не знаю, там лишние... Несколько пикселей, но Эйз уходит, у него есть сапог, а наверху умирает Эмбер Спирит. Ну, вот каким образом он умирает? Понятное дело, вышел чипс, понятное дело. Дум здесь был, но... Ты же Эмбер Спирит. И ты же стоишь на легкой. И у тебя есть поддержка саппорта с дизейблом. Пытались убить Думрингера, если я не ошибаюсь. Хорошо. Но он же настолько толстый, но не убьете вы его вдвоем. Обязательно нужен третий герой, чтобы его убивать. Но Риз был вообще в лесу. Риз левел 1. Он вообще еще ничего не вкачал. И от Риза толку там не было. Вы же знали, что вы нападаете вдвоем на крайне жирного персонажа. Еще и чипса не было на карте. В итоге погибает Мейн Керри. Абсолютно бесполезно. Снова сыграл Бобби Найт. Это слишком агрессивно. Но он играл в то время, когда Дота действительно была очень-очень агрессивной. Когда чуть ли не с первой-второй минуты ганги были нон-стоп туда-сюда-обратно. Сейчас же все довольно более пассивно. Сейчас все стараются сначала что-то нафармить. Ну, первые там 10 минут, а потом пойти. И кто лучше нафармит. Кто, когда Лейнет выиграл, тот и обеспечил себе преимущество на первое время. Мне кажется, просто не в своей тарелке сейчас чувствует себя Бобби Найт. Это не то, чего он ждал, мне кажется, от Доты. Да ладно, это все мысли вслух. Я не знаю, я не могу знать, что он чувствует. Просто предполагаю. Мало ли. Банан, левел 5. Ракету, кстати, качает по максимуму. Эйса пытается тут хоть как-то пробить. В принципе, немного получается. Но Эйсу, мне кажется, пофигу на это все здесь. Здесь Нихис просто отводит крипов. Делает то, чем и должен заниматься. И сейчас получит уже левел 5. И действует он очень уверенно. У него все хорошо. У него гораздо все лучше, чем... А нет, не гораздо. Здесь просто ферстбат был. Тогда, конечно, не гораздо. Неужели будет выходить сейчас на Эйса? Не успел сюда фаер выйти и дать стан. Может быть, сейчас успеет? Ну, нет смысла. Крипов очень много. Поэтому Рокетбай Рейдж будет наносить мало урона. АКГ. АКГ сейчас может подставиться. Если зайдет довольно далеко. Акрипа всего 2 осталось здесь. Вот он, один крип. Но нет, обходят саппорты. Вообще непонятно как. И решили не ганли сейчас АКГ. Зато здесь Чипс. Очень выгодную позицию занял. Как же далеко заходит АКГ. Как же рискован он сейчас играет. Скорее всего, Эра погибнет. Один удар. Да, Эра здесь выживает. А погибает зато Чипс. Вот так вот. 2 в 3 решили подраться, ребята. АКГ сейчас проблемы огромные испытывает. Будет бежать за ним Блан. И у Блана стана нет. Кстати, обратите внимание, не качает он Bloodlast. Как правило, любят сейчас Аграм брать станы Bloodlast. Абсолютно не обращать внимания на Ignite. В этот раз мы видим, что Ignite максится. И это довольно интересно. И лично мне непонятно для чего. Замедление не сильно увеличивается. Урон так же не совсем значительно. Ну, очень спорно. Ладно. Сейчас, наверное, будут выходить на Нихис. И Нихис здесь спокойно должен уходить. Он еще и на развороте по голове, но стучит Боби Найту. Но вы должны, должны попытаться его убить. Нихис. Ну и все. Стоит бежать. Либо стоит драться просто последнего. Но драться у него вряд ли получится. Цепляют втроем. Здесь, конечно, должны его убивать. И пытаться бежать. Нет, конечно, минус. Рис забирает фраг. 3-2 медвеймейкерс ведут. Ну, вот в этой игре начало у них гораздо более радужное, чем в прошлой. В прошлой игре абсолютно ничего не получалось. Сейчас обоминает. Несмотря на то, что погиб по три памни отстает от Блубанана. А значит, и по Нетворцу не сильно отстает. Да, всего лишь 300 голды. Это, в принципе, не преимущество. Это нормально. Учитывая то, что один умер, а другой убил. Вот оно. И преимущество в 300 золота. Чипс. Теперь он будет пытаться на Скайрет Мейджа получить 6-й левел. Когда получит 6-й левел, пойдет вместе, наверное, с Шейкером куда-то по линиям убивать. Ну, в принципе, это логично. Может, и Смирана пойдет убивать. И сейчас АКГ убьет просто Риза без... Ой, нет, не попадает Эра. Ну, вот так вот плохо сейчас сыграл АКГ. И ловят сейчас его. Ну, Риз проседает. Сильно есть стат. И должны прыгать. Должны цеплять АКГ. Нет, не получается. Есть инвиз. Но в Сент-3 есть у команды Микю Мейкерс. Погибает все-таки Мирана. И сейчас зажмут еще Нихес. А Нихес тоже довольно отчаянно пошел. У него проблемы могут быть. Его цепляют. У Риза нет ничего. Он просто бежит. Хоть сколько-то дэмэджа нанести с руки. И как же круто сейчас сыграл Нихес. На одном посадил Дум и... Нет, все-таки погибнет. Но на самом деле, будь у него хоть что-то, будь у него ЛВЛ ДЭС хотя бы на двоечку, там... Кто мог вообще здесь двух героев забирать? Старался как можно дольше жить, но... Тем не менее, погибает. И 5-2 уже счет. И вот это уже более похоже на Митю Мейкерс. И статус фаворита, по крайней мере, в этой игре они оправдают. Чип сейчас... Как же он сильно просел. И великолепная стрела от АКГ по Эре. И Эра погибает. Снова ошибка от Эра. Он зашел под Товер. Не ожидал он, что АКГ придет. А АКГ... АКГ погиб. Он логично. Было предположить, что он сейчас пойдет на какую-то из линий. И как раз в ту секунду, когда он делал ТП... Эра пытался убить Скайрет Мейдж. Ну, подарил фраг сейчас просто Миране. Немного облегчил ей жизнь. Левел 8 в АКГ. Покупает себе. Возил, сейчас Аквила появится. И... Более-менее, не самым лучшим образом у него все складывается. Тем не менее, это нормально. Учитывая, что стоял он против Розора. А Розор все-таки посильнее Мираны в миде. Эйс. Эйс ловит. Ракета. Ну, это такое. Это... Не поможет. Хей Юнайт его убить, если не будет здесь рядом героев. Просто сейчас бесполезно бегает саппорт. Левел 5 у одного. Левел 5 у другого. Можно шестой, хоть как-то попытаться вынести. Пока просто стоят и ничего не делают. Ну и сейчас бежит просто в мид чипс. Неужели будет попытка выйти? Вряд ли получится. Кентавр вот такой вот мув принял. Улетел наверх. Убили Думрингера. И... Файер сейчас будет получать 6-й левел. Файеру 6-й левел. Файеру даггер. И он покажет вообще всю мощь шейкера. Блубанана. Ну, Блубанана себя уверенно чувствует. Он просто фармит пока большую часть времени. И нафармил уже барабаны себе. В принципе, для 9-й минуты это довольно много. И по нетворцу он не зря. Первый. Вебина пришел против него стоять. Здесь они друг друга будут бить. И оба будут убивать уверенно крипов. Мне кажется, сейчас просто и на того, и на другого партнера по команде забьют. Просто и будут 4 на 4 играть, пока эти два товарища не дофармят. Ну, ладно. 8-й левел. Блубанана. Блубанана. Так же левел 8. Все на равных. У них абсолютно разве что 600 голды. На творце разница. Нападает сейчас на Чипса. Чипс может здесь погибнуть, если застанет его Эйс. Великолепная сетка от Нихиса. Прям сумасшедшая какая-то сетка в самую последнюю секунду. Сейчас могут попытаться убить еще Эйса на развороте. Но тоже довольно жирный герой. Вдвоем его убить будет очень-очень тяжело. Бежит по-прежнему Нихис. Нет. Не убьют. Выживает буквально. 5 хп остается у Кентавра. Но все равно, как же круто здесь сыграл Нихис. Сетку в последнюю секунду дал. Чипса спас. И мог вместе с этим самым Чипсом убить еще и Кентавра. Не получилось. Заходит спиклера. Эйра будет просто скоростно убивать. Конечно, убьют. Дал блан стан. И должны отходить, наверное. Хотя можно дальше драться. Почему нет? Шейкер. Хотя Шейкер в СМП. Теперь Тунг тоже в СМП. И после этого дара становится по Шейкеру. Убивает он его. В этот раз сетка была чуть-чуть позже, чем нужно. В итоге даблкил от Эры. Хороший мув. А еще это время, когда пытается запушить Товер. Не получается у него запушить Товер. Летит к нему ПТ. Давно я не видел Миран с ПТ. Ну, саппорты Арканы собирают, а? Кири, как правило, фейсы из ПТ. Конечно, Мирана гораздо дольше живет. 200 хп это действительно очень много. Учитывая героя в команде Митю Мейкерс. Хотя, если вылетит Мальчикас, то 200 хп не спасут его. В итоге не собирается Митю Мейкерс. Задавать Т1 в миде. Просто три героя сюда уже сместились. Также подтягивается сюда Чипс. Возможно, драка будет какая-то в миде. Снизу два Мейн Керри продолжают фармить. Нет, один улетает на базу. Выгнал его Бэби Найт. И заходят сейчас на двух героев Хейвен Найт. Пытаются они вдвоем убить Эру. Эру бежит, конечно. Есть ультимейт от Кентавра. Эйз здесь пытается станеть. Эйз не застанил, но, тем не менее, убили. Экэйз здесь тоже погибнет. Два в ноль драка. Ну, вот она игра Митю Мейкерс. Вот это я уже узнаю старых мимов. Все-таки Хейхейн Найт – это команда не самого высокого уровня. И Митю Мейкерс не должна ее вступать в классе. Тем более, с таким подбором игроков. Гораздо более именитые товарищи собрались в их составе. Плюс еще Эра в качестве стендина выступает. Файр. Левел 6. Ну да-да, герои ему. Еще фармите, фармите. И купит ли он его в этой игре? Спорный вопрос. Может и купит, но через 10-15. Долго, в общем. Т1 попытается сейчас мим забрать. Боби Найт здесь стоит. Он на Чипса, если нападет, он его убьет в соло, в принципе, без проблем. Но здесь в бананах-то ничего нет. А вот такая далеко, Чипс погибает, естественно. Боби Найт также довольно сильно просел. Эра у мима, и Боби Найт уйдет. А Эра сейчас просто запушит Т1, скорее всего. Сверху он получил левел 6, но есть уже Аркан Бутс. Тоже довольно все неплохо, и среди саппортов он вообще топ-1 по Найтворсу. Вот в самом начале я не стал никуда гонять, здесь никаких думов. Просто стоял, фармил, и как результат, левел 6 имеет, Аркан Бутс имеет. Крайне хотят сейчас Хею Найт запушить вот эту Т1, она им очень мешает. Но здесь с другой стороны Митъемейкерс пытается Т1 запушить. Неплохой ультимейт от Бананы, попадает по Эре, но Эра убегает. Как же быстро он бегает под этим бафом, и под бафом Кентавра. Фаер! Ха-ха, да ладно! Ну, не убьет, не убьет в этот раз, пока не хватает демеджа. Боже, как Боби Найт, мне кажется, уже устал убегать от этого. Шейкер снова Фаер сделал этот фраг, он как будто выжидает его вторую игру подряд. Действительно, очень забавно за этим наблюдать. Где бы ни появился Эмберспирит, там его уже поджидает Шейкер и убивает. В Увермакте временем убивает Мирану, но... Непонятно, каким образом. Хорошо, по Эре здесь прилетает ракета, это не очень страшно. Эйс с Даггером, и Эйс пойдет убивать сейчас Блубанану. Эйс может убить Блубанану, Эйс идет еще и в вышку пушить, и скорее всего, Хе-хей Юнайт здесь встрянут. Блубанану здесь должен погибнуть, Эйс, ну, прям вплотную к нему стоит, прыгать на Даггере, делать прокаст. Нет, боится. Видит, что не так далеко здесь Чипс. Чипсы цепляют в Юнайт, и Чипс погибает также очень быстро. Сейчас Кентавр спину зайдет, ой, как же плохо позицию заняли сейчас Хе-хей Юнайт. Это еще и по двоим стана попадает. Минус один, минус два, три в ноль драка. Да, это даже не драка, это просто избиение было от Мид Хью Мейкерс. 4.15 счет, и сейчас заберут Т1. Вот это вот похоже на качественную игру этой команды в прошлой игре. Вот этой расстановкой. Тем, что помешали Баби Найту в самом начале делать то, что он хотел, Хе-хей Юнайт обеспечили себе победу. В этой игре у них абсолютно ничего не получается, и пока их по всей карте убивают. Ну, Герокоптер, хоть и забытый герой, в свое время был очень-очень популярным и сильным. Сейчас не так актуально нападают на Никиса. У Никиса проблем, Никиса, хоть и вы видите, должен здесь погибать, но Эйс как же проседает. Дум на него кидают, у Меха есть, и скорее всего выживет, и Кибунайт его. Эйра живет, дерется, тоже ничего не боится. Тут Блан просто бегает и кидает в стану, и как же напрягает он, мне кажется, команду Хе-хей Юнайт. Тем не менее, Разор погибает, Рис также очень далеко зашел. Непонятно, что Рис делает, с Байзами может выдогнать барабанами. Конечно, Банана делает еще один фраг, тем не менее, погибает. Баби Найт, уже Киллинг Спри, и 2 в 2. Но было 2 в 2, сейчас станет Римфа, погибнет здесь Никис, нужно бежать еще и на АКГ. Стан бежит, дает Блан, но погибнет Блан. Тоже непонятно, зачем так сыграл. Баби Найт, у него нет АП, можно попытаться его догнать. И быстро бегает довольно-таки АКГ, но нет, не догонит. Но сейчас будет Эру, посмотрим, как он его кинет. Попадает, да, Баби Найт, минус. Ну классно сейчас сыграл АКГ. Боже, кого вспомнили, Хиксора вспомнили. Как я давно не слышал этот никнейм. Такие моменты всегда появляются в Умивиках, когда я считаю, что это вау, вершина скилла. На самом деле, Хиксор показывал крутые вещи, именно на Кунке. Тогда то, что он делал, не делал, по сути, никто. Наверное. Ну, может и делали, но, по крайней мере, в Умивиках это никто не показывал. А Хиксор показывал, и его Умивики действительно любили смотреть. Ладно, отвлекаемся. Мы от самого главного. Мит и Мейкерс ведут, ведут уверенно. И по Нетворцу немного впереди. А вот по графикам, по графикам. Не так много, порядка 3500 по XP. По XP тоже 2500. Это, в принципе, очень мало для такой минуты. Равная игра, но по фрагам преимущество в два раза. В два раза это много. И хе-хею на это. Теперь нужно придумать вообще, как себя вести в этой игре. Терпеть очень долго или пытаться драться и выигрывать драки. Пока драться не получается. Все-таки Огрмак и Кентавр обеспечивают преимущество на данном этапе игры. Нападут сейчас, наверное, на кого-нибудь. Да, иду, да, напасть на Банану. Здесь Эра, как же снова далеко. И непонятно, зачем зашел. Тем не менее, погибает Скайрад Мейдж. И Эра бежит. Он еще может пытаться убежать. Очень много крипов не наносит урона. Сейчас Глубанана. И Эра на развороте мог убить его еще. Нет, убить не получилось. За Эрой бежит. Не ездит сейчас. Нужно делать ТП уже сейчас. Да, делает ТП Эра. Эр Спирит Байбэк возвращается. И двоих убивают наверху. Погиб Байбэк, тем не менее. Байбэкнулся, убили двоих. И забрали еще и вышку. Получается, на двух линиях сейчас просто обеспечили себе хорошие драки Митьо Мейкерс. Клад. Убивают много, умирают пока мало. И пока все идет к тому, что эту карту они... смогут довести до победного конца. Хотя, слишком рано я об этом говорю. 20 минут всего прошло. Непонятно, за кем здесь еще лейт. Чипсу стоит бежать. Нападает на него здесь Блан. И Блан тоже бежит. Ну, блин. Оба героя могут нанести очень много урона. Нападает на Фаера. Фаер не знал, что там Эрис. Класс сыграл, но его убил. Как и должен действовать Кентавр. А Митьо Мейкерс сейчас будет пушить Т1 снизу. В принципе... О, почему-то не емалый. Он может побежать, а КГ прыгает. Просто отсюда бежит. И как-то вообще не в сторону своей базы. Он бежит, и здесь у него проблемы. Гуд догонит. Его, конечно же, выминает. И ОКГ не будет шансов выжить. Стрелу еще дал в конце. Ничего она ему не дала. Очередной фраг для Эрис. И сейчас убьют еще и Нихиса. Вот Нихис непонятно, зачем здесь остался. 4 в 1 вперед. Нихис так не погибает. И теряет вышку. Хе-хею на этот снизу. Очень уверенная игра во второй карте от Митьо Мейкерс. И пока-пока... Они в этой карте уж, по крайней мере, точно оправдывают. Сванья фаворитов. Очередной фраг для Баби Найта. Убивает он Скайрет Мейджа. Ну, Чип снова загулял, как в первой игре он любил делать. Если в начале этой карты у него вроде как... Все получалось. И, наоборот, передвигался очень уверенно. То сейчас снова начинаются ошибки. Ну, кстати, я, по-моему, комментировал. Уже игру Хе-хею на этот. И там так же. Чипс вроде как в начале действует очень хорошо. А в мидгейме как-то теряется. И слишком много бесполезных играет. Это-то не главная ошибка саппорта. Когда ты не умеешь занимать позицию. Вместо того, чтобы помогать и страховать каким-то образом главных и ключевых героев. Они просто умирают. Не фармят, ничего не делают. Просто бегают и умирают. И сейчас Митьо Мейкерс, возможно, пойдут убивать Рошана. Ну, или дождутся, наверное, в бордов Расты. И уже тогда пойдут. В принципе, могут себе это позволить. Нихис отправился наверх фармить. Есть у него Мека. Есть 12-й левел. И покупает он себе Блэйд Мэйл. Поможет ли? Ну, возможно, частично. Обеспечит он немного времени для своей команды в драке. Немного больше урона нанесет. Но, опять же, это все относительно. Этого может просто не хватить. АКГ. Левел 13. Ну, тоже мало у него всего для мид-героя. Если сравнить его с Разором, здесь гораздо все более круто есть. Во-первых, Мека. Во-вторых, Аганим уже. 20 минут всего лишь прошло. 100 крипов убито Разором. И вот это действительно круто. Эра отыгрывает в этой карте очень-очень уверенно. Сейчас попытается его, наверное, убить. Но кто кого еще убьет? Здесь Эйс может на всех ворваться. Да, врывается. На двоих очень круто врывается. Чипсы сразу убили. Ничего он не успеет сделать. Нужно Фаера еще убить. Хэроу неплохой по Эйсу и Эйс. Нет, должны, должны догонять Фаера. Даггер же будет через секунду. Неужели не пойдут? Хотя могут. Прыгает сюда еще и Блана. Блана так же, Даггер. Как же много этому Блана. И минус еще и Шейкер. Шейкер. В итоге, 3 в 0 драка. Т2 сейчас потеряют. Хэ-Хэ унайд, а там и кремейкер смогут и на Т3 пойти. Шейкер не будет долго. Гирокоптер не будет долго. Можно попытаться хотя бы развести либо на байбеке, либо вообще сломать эту ручку. Есть воды. Да, ничего здесь не помешает. А потом отправится на Рошан. 17 секунд не будет Шейкера. И главное, еще 10 секунд не будет Гирокоптера. Кроме Гирокоптера, АОЕ дэмэджа пока никто не наносит. Вот и Хэ унайд, Шейкер не может подойти. Он просто не дойдет. В Гэдвизи может попытаться. Но Вард ставит очень уверенно. И Нихи снова не имеет проблемы. Есть на нем Блэдмейл. Но неплохой ультимейт от него на Гентавра, чтобы тут ничего не сделать. Тем не менее, убивают хотя бы Розора. Варды тоже здесь сломают полностью. И двоих еще управляет. Вайр, ну могут еще и Блана, наверное, убить. Да, Блана минус. Ну вот так, 2 в 0. Мим заигрались. Они снесли ручку и не успели Гогрин отойти. Их просто на развороте. Хею на этой поймали. Наверное, стоило Варды сохранить для Рошана. Надо было разводить чуть-чуть. Побить вышечку, а потом отправиться убивать Рошана и тем самым обеспечивать себе преимущество для следующей драки. Отдавать там Айегис, не знаю, хоть Каму, какой-то Разору. Хоть Берспирид. Берспирид здесь, кстати, цепляет Нихиса. У Нихиса проблемы. Несмотря на Блэдмейл, он дерется. Выпинает тоже здесь мог погибнуть. Эйс. Есть у него уже Пайп. И по сути он полностью покрывает дэмэдж либо Гирокоптера, либо Шейкера. А это довольно серьезное преимущество в драке, потому что кроме Нихтауе дэмэджа не наносит никто. И всегда можно Пайп прожать очень вовремя под дэмэджа Гирокоптера, когда действительно магического урона не наносит никто. Дум пока не имеет тех итемов, с которыми можно врываться в толпу, там ничего не бояться и убивать всех подряд. У АКГ тоже очень мало всего. Всего лишь Майл Шторм. Очень плохо все у Хивина. Вот так вот просто скажем. А Митвеймейкер забирает. Рошана сейчас. Баббинайт заберет себя о Еггис. Кажется, у них рода, Дэхбан. И Вайз дальше. Дэмитвейд пойдут, наверное, ломать вот эти бараки. Варды сейчас есть уже у Риза. Рошана, бед. Нет, все-таки Эра забирает себя о Еггис. Но Баббинайт считают командами Кимейкерс способен жить дольше, чем Разор. Не знаю, Разор довольно плотный персонаж. 1070 тупо. Вариант на эскейп сглы у Ампер Спирита он слишком хилый. Он сейчас попадает на Нихиса. Нихиса, если поймают драки, то точно потеряют сторону. Хей Юнайтед. Успел он кинуть думу Габбинайт, а это, в принципе, не поможет. Еще врываются на Скайрот Мейджер. Он так не погибает. И просто сломает барак номер один. Сейчас сломают еще и милишный барак. Можно вниз смещаться. Да, просто бегут вниз сейчас. Митхюмейкер сломает вайра. Он подставился. Эйс неплохо брынул. Вайр минус. Ломать, ломать. Просто бараки нужно. Эри не может никуда бегать. А где-нибудь есть сейчас. Сломают бараки. Включат ультимейт и пойдет меня заубивать. Ломать вторую вышку. Эйс покупает себе ничего себе. Ривер очень толстый. Теперь 2к хп, когда купит таравку. Вообще будет бессмертно. Но сейчас большинство героев команды Митхюмейкер бессмертны. По сути, даже Огра крайне тяжело убить. У которого есть Форстаф, Даггер, еще и 1400 хп. Который бегает постоянно под бафу довольно быстро. Как же просил десера. Но Еггер здесь ничего. Он боится минус Гэрот Мейджер, минус Мирана. И бежит просто под банана куда подальше. Но Нихис все-таки убил. Розора, а Егиса нет. Слишком заигрываются Митхюмейкер. Они уверены в своем умении. Просто бегут, бегут. Дальше, ничего не бояться. Зарабатывают очередной фраг. Дум, тем не менее, погибает. И Митхюмейкер устраивают засаду. Сейчас видно, куда прилетит ракета. Должны просечь. Это были Хьюнайтед. И занять им нужную верную позицию. Иначе ворвутся и не простят Митхюмейкерс. Рошана нет. Рошана не будет еще очень долго. Поэтому дождутся, наверное, сейчас Кентавра. Дождутся, пока все сходят на базу, похилятся. МПшечку поригенят. И потом отправятся дальше. Ну, теперь нужно просто низ давить. Либо Т2 на топе ломать. Просто сейчас Крепы немного толкнут линию в сторону Т2 Митхюмейкерс. И придется им туда смещаться и линию отпушивать. Вебинает как раз для этого пришел в свой лес. А Хьюнайтед нужно вот эту ближайшую минутку попытаться хоть что-то нафармить. Больше 20 фрагов разница. Если мы взглянем на графики, здесь порядка 18 тысяч преимущества по экспе. Уже почти 20. И вот это действительно много. Для 25 минуты это действительно довольно серьезное преимущество. И Митхюмейкерс просто переигрывает. Чистую Хьюнайтед в этой карте. Действительно переигрывают. Если в прошлой игре они просто не были готовы к таким активным действиям, то в этой игре они сами навязывают свою игру. И сами эти активные действия предпринимают с первых минут. Разор. У Разора есть. Уже Манта Стайл. Вау. 2 200 у него хп. Я не знаю как будет убивать этого Разора. С Манта Стайлом его еще тяжелее убить. Шекер просто не сможет дойти, чтобы... Эхо слэм дать. Или есть даггер. А даггера нет. Да даггер уже тысяча. И... Фаер не может показать всей игры... Всей... Вообще всего потенциала этого героя. Ему нужно нафармить даггер, иначе шекер бесполезен. Вот Цинк Кинг в этом плане более универсальный. Гораздо раньше покупает даггер. И гораздо проще ему его купить. Он просто уходит в лес сразу. И фармит своими песками. Шекер уже нужно... Где-то пытаться искать свободную линию. Где не фармит мейнкерри. Где не фармит какой-нибудь бидер. Убивать, гангать. Ну тяжело делать шекером это все. И когда полчаса игры... Выходишь в лес даггера. Тогда можно сказать действительно, что... Парни у вас проблемы. Хотя бывает такое, что... Покупают даггер на пятом уровне. Врываются. А ультимейта не было. Я был свидетелем подобной игры. Действительно, я купил даггер на шестой минуте. А был пятого левела. Ладно, нападает сейчас на Бокер Мага. Не самая верная цель. Еще и Эрро Фима. Эй, здесь просто бегает. Ну, кисура неплохая. Сейчас Эй должен троих встанить. В итоге встанет только одного БКБ. Умирает уже Скайрадс Мейдж. Бежит здесь непонятно куда. Гентавр здесь минус. Также Гирокоптер. В итоге 3 в 0. 3 в 1 драка. Убили только Шабушамана. 4 в 1. Погибает. Шейкер и Чипс пишет ГГ. И у нас 1-1. Нас ждет третья финальная карта, в которой и определится чемпион второго сезона Джоэн Линии. Никуда не переключайтесь. Вернемся через пару минут. Субтитры сделал DimaTorzok.